друзья я как и ожидал я немного здесь потерялся но каким-то чудом мне удалось подсоединиться какому-то вайфаю который постоянно на самом деле присутствует со мной даже удивительно может быть у них есть какой-то вайфай просто городской и я вот иду в общем-то поэтому вайфаю ориентируясь на карту google и по моему я иду в правильном направлении посмотрим по сторонам немножко ничего такого интересного пока мы выходим на посмотрите какое большое здание а то выходим вот опять эти требует подсоединиться да видите мы прошли действительно какой-то вайфай не в городе просто вездесущный вайфай вездесущный то есть вот так можно выйти и подключиться вайфай при том он свободный бесплатно видите скутеры едут то там то там надо быть внимательно посмотрите какая площадь большая в общем-то в общем-то город не нравится вот какой-то не знаю что это за дворец здесь пока что я наверное сейчас я посмотрю что здесь они пишут буду разбираться друзья друзья не знаю точно но по-моему здесь какое-то шествие начинается потому что он там было много полиция думаю там идут какие-то то ли волнение то ли еще что-то потому что я где-то слышал вот но мы вроде бы так широтон гранд хотел гос хотел так это мы можем уже определить где мы находимся ну вот такие так выглядит обстановка вокруг постепенно мы продвигаемся к месту эти камеры снимают что здесь такое видите камеры снимают можно такси даже здесь взять вот друзья определил где мы находимся это шан даот темпл то есть храм шан дао вот как он выглядит это я по карте определил продолжает оставаться со мной вайфай я думаю что у них есть городской вайфай просто бесплатный потому что очень удобно иначе но не знаю я бы просто потерялся вот эта станция метро здесь вот это храм эти такой монументальный очень большой очень большой то есть камера она как бы отдаляет но сам он очень большой и мы продолжаем наши движения по городу изучаем центр города а вот друзья только что проходил мимо полицейского управления вот посмотрите как у них воды выглядят полицейские мотороллеры и скутер скутеры и мы продолжаем наш путь мы идем вдоль центра тайпея как оказалось на самом деле расстояние намного больше чем это оказалось не по карте из филиппин то есть немножко больше затрачиваю чем ожидал пройти но все равно я уже сориентировался благодаря этому вайфаю его друзья я хочу показать чем я сейчас занимаюсь я ищу место я могу обменять валюту и оказалось что это совершенно не такое простое дело и я тут вспомнил потому что как это ни странно но вот я дошел до места где продается электроника но там у них нету в обмена валюты то есть и я короче еще и оказалось что они не особо понимают английский поэтому я тут же очень быстро оценил все преимущества филиппин потому что как вы знаете на филиппинах второй язык английский вот сейчас я нашел здесь банк напротив вот и попробую здесь сделать обмен вот друзья наконец-то я поменял доллары вот в том банке сейчас надо вспомнить куда мы идем по моему мы туда идем и вот такие смотрите видите я приехал туда вроде бы центральное место где плаза электроники то есть маркет электроники и я был уверен что это как мол и внутри должен быть какой-то банк должен быть то есть я не знаю на филиппинах вот всех баллах которых я посещал внутри был какой-то банк либо просто обмен валюты а здесь это не так и вот мне пришлось пройтись не как не лишние там какое-то чуть не заблудился здесь но все сориентировался теперь уже ходить просто так не буду буду брать такси буду брать такси поменял небольшую сначала сумму не буду все менять потому что я смотрю не уверен что по поводу так легко здесь будет что-то купить потому что потому что они как-то с английским у них труд трудновато так вот как то здесь это все-таки недостаток вот суть очень резко чувствуется все таки что не говорите филиппины может быть они не такие развитая страна там кто-то есть как бы конечно по инфраструктуре здесь не сравнить то сможешь быть манилась про сравнить но так то есть другой стороны ашки и даже и в столице то есть сложно сравнивать даже так но по крайней мере одно преимущество это то что там я могу объясниться я действительно столкнулся что я спросил наверное 5-6 людей то есть где обмен валют сам про самый простейший вопрос самый простейший вопрос ничего мудреного и и они еле-еле короче я просто методом тыка ходил ходил по окрестностям и пока не нашел тот банк вот такие друзья дела продолжаем наше путешествие по тайпею вот друзья про прогуливаемся по кварталу электроники вы знаете я вот только что зашел магазин посмотрел и я честно говоря даже не нашел то что мне нужно сам я даже не нашел то что мне нужно реально реально один терабайт вот компьютеры максимум 1 терабайт но у меня 1 терабайт я хотел или когда и что же у меня уже пятилетний компьютер я не понимаю они что не увеличили потому что я так прошелся проверил там компьютеров давайте здесь зайдем вот что у нас здесь есть даже не вижу эти 1500 1500 1500 i'm looking for memory two terabytes two terabytes twenty eight thousand dollars 28 к тайваньских доллара 28000 тайваньских долларов это почти что тысяча долларов американских и вот посмотрите что мы имеем 4 гигабайт память и а вот общая память я даже не оперативная даже не вижу 256 гигабайт ssd это слабенько что-то я не знаю вот это видите видите 1 терабайт 1 терабайт и в районе тысячи долларов и оперативная память только 4 гигабайта я не знаю то есть но это такой не и компьютер не лучше чем тот который у меня я что-то не понимаю я свой компьютер купил уже пять лет назад и я думал его уже давно превысили по мощностям странно немного я давайте зайдем вот айсер видите 18 это где-то но может быть 600 долларов давайте посмотрим его характеристики эти только 500 гигабайт только 500 гигабайт ну честно говоря слабенько давайте посмотрим вот этот в этот районе уже тысячи долларов американских долларов 256 гигабайт ssd оперативная память 4 вот видите вот так заходишь и честно говоря я ожидал намного более мощного я ожидал что я легко смогу найти по памяти 2 терабайта 2 терабайта и по стоимости дети 35 более тысячи долларов и что мы имеем немного вот видите вот это вон там давайте зайдем все-таки пойдем на это вот это квартал электроники эти такая своеобразная нирвана для тех кто любит покупать электронику ну вообще интересно давайте пройдемся давайте пройдемся видите сплошные магазины но вот я не знаю я ожидал более мощного более мощного вот давайте посмотрим вот компьютеры видите 20 то есть все равно оно подскакивает к тысяче тысячи долларов трансформер патт что у нас семь тысяч девятьсот но вот это видите может быть это и не такая плохая вещь это что у нас это у нас примерно 200 долларов 200 чем-то долларов давайте посмотрим вот этот что у нас опять же 1 терабайт 4 гигабайта оперативка и вся стоимость подбирается к тысяче американских долларов hello давайте я проверю еще все равно не смотрите они не превысили сильно 1 терабайт не превысили сильно 1 терабайт давайте видите все равно немножко больше 1 терабайт гигабайта 4 оперативная память странное такое у меня ощущение я не знаю что же я тогда купил что это за суперкомпьютер который я купил 5 лет назад то есть то есть с моей точки зрения он должен быть уже полностью превышен по способностям вот давайте займемся наверное завтраком каким-то попробуем здесь позавтракать вот видите здесь ну пройдемся такая колоритная улочка такая именно тайванская вот вам да проходиться даже не надо вот вам сделаю фотки вот посмотрите такая узкая улочка и с набором электроники вот вот так что-то я не вижу здесь так иностранцев особо может быть не особо себя комфортно чувствую наверное пойду в более официальное место вон туда чтобы я мог расслабиться видите сам диск вот можно взять посмотреть карты 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 но тоже мне нужна карта 256 гигабайт вау 128 гигабайт вау SD карта хорошая хорошая портабел ssd 500 что ли span флэш драйв вот китайская еда а что может быть там есть столики чуть подальше есть столики так что у нас здесь трансенд ааа cloud storage ааа это не совсем то что мне нужно май паспорт протекшн что имеет смысл два терабайта два терабайта вот они интересно цена уэсб калекшен юсб 3 окей окей таки то есть вот юсб 3 юсб 3 2 терабайта почти что 100 долларов ну вот честно говоря здесь я да здесь я вижу прогресс конечно в таком в переносных дисках внешних дисках вот вон там это самая плаза электроника плаза и там она более официально выглядит давайте пройдем видите зеленый свет и переходим дорогу ну что я вот я думаю ко мне знакомый скоро приезжает в июле он как раз снял у нас квартиру на неделю я думаю может быть из Америки я думаю может быть не его просто попросить чтобы он мне посмотрел в Америке эти то что я хочу с большой памятью более производительные чем то у меня есть потому что опять же очень странно давайте посмотрим что здесь у нас а вот это то что я хотел йога честно говоря некоторое время назад ходил 6000 6000 давайте посмотрим что он андроид 5 2 гигабайта 16 гигабайт 2 гигабайта рам так далее йога такое прикольное оно интересно такое не очень тяжеленькое его так можно поставить интересно и вот видите его так можно ставить а это 17 потому что 4 гигабайта сразу же идет и 4 гигабайта рам и 64 память так давайте посмотрим что нам линова может предложить так что у них по 8 гигабайта вот это то что я ищу опять же смотрите 8 гигабайта рам 256 гигабайт ssd 8 гигабайта в рам мне нравится но цена больше 1000 долларов мне не нравится мне это а вот давайте посмотрим более дешевая цена 4 гигабайта но и мне это уже не устраивает потому что на моем компьютере 6 стоит 4 гигабайта 4 гигабайта так вот интересная такая вещь у нас но это видите смотрите 8 гигабайтов здесь очень хорошая мощная производительная такая вещичка но она сразу же идет за 1000 долларов то есть я так не особо планирует тратиться потому что я знаю что я могу купить дешевле интересно интересно в крайнем случае я закажу с ebay честно говоря пока что я пока что я не получил того что ожидал вот у нас видите узкие улочки здесь едут пока я не получил того что ожидал но что ж давайте сделаем давайте позавтракаем там я видел за углом китайская кухня вот посмотрите может быть мы что-нибудь возьмем здесь а а вот даже можно зайти здесь а окей 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 Положим И попробуем Видите, цена есть Давайте вот это, типа сосисочек По крайней мере, они выглядят как сосиски Я хочу Вот это Морковь, просто люблю морковь Вот давайте посмотрим Что это такое А давайте вот эту возьмем Давайте еще одну Давайте еще возьмем Вот такую морковь Я так понимаю, что я могу Вот этого Окей, окей Спасибо Короче, мне это все Ага, ага Видите, здесь нужно отдельно наливать Сейчас мы это Разобрались Ну вот, по крайней мере, одно дело я Похоже выполняю Это я позавтракаю здесь Вот Ну и сниму видео Тоже полезная вещь Правильно? Мы же еще не были в Китае В Тайване Мы же еще не были в Тайване Правильно? Так что Попробовать здесь Это милое дело Давайте Займемся едой Вот, друзья, как выглядит Та еда, которую мне принесли Все это заплачено 95 тайванских долларов Что составляет Примерно 3 американских долларов Вот такое вам сравнение Цен То, что я обещал Я выполняю свои обещания Рассказать вам о ценах Это такая уличная еда Друзья, посмотрите Нашел такой интересный магазинчик Это всякими аксессуарами Для телефонов и так далее Вот такая улочка Вот мне нравится Потому что я планирую выпить кофе Вот Для камеры Вот Для телефона Крепится на руку Вот так Раз Что я Я собираюсь взять Потому что Не могу сказать, что на Филиппинах этого нету Но вот я не встречал Вот так прямо явно Поэтому давайте посмотрим Есть всякие такие принадлежности Которые Очень интересные Которые Китайцы очень Славятся И По моему мнению Вот такими Какими-то простыми изобретениями Которые Раз И удобные Вот посмотрите Вот например Вот это Вот раз Подсоединил И куда угодно Тебе свой Телефон Видите Вот так подсоединил Телефон Где куда угодно У тебя Перед тобой Вот он стоит То есть Вот Видите То есть Мне вот нравится Такие Всякие крепежки Давайте посмотрим Что это такое Этого я не очень понимаю Что это Вот это Вот эта вещь Мне нравится Потому что Видите Селфи-стик Прямо с Трайподом Вот так Раз Можно установить И его держать То есть Такую вещь Тем более Мне селфи-стик Нужен То есть Я это возьму Вот такую вещь Я возьму Давайте посмотрим Цену Что они говорят Двести По-моему Двести 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 Долларов Это Двести Это Тайванских Это Грубо говоря Пятнадцать Долларов Ну Что Такое В общем Пятнадцать Долларов Немножко Дороговато Но В принципе На Филиппинах Можно и дешевле Взять Вот Такая вещь Здесь А видите Для массажа Я знаю Знаю Вот так Раз Раз И массаж Делается А это Носитель То есть Перед собой Крепеж То есть Вот это Тоже Для массажа А вот Самый Простейший Селфи-стик Вот такой Раз И Двести Пятьдесят Все Вы знаете На Филиппинах Дешевле Но Делай Давайте Давайте Просто Посмотрим Травел Фокс Видите Всякие Крепежики Смотрите Такие А Запах Такой А А Ароматические Палочки Давно Я этого Не имел На Филипинах Потому что Вот это На Филипины Не достать Ну Достать Конечно Но Вот там Месте Где Я проживаю Этого Нету Поэтому Я С Энтузиазмом Воспринимаю С Энтузиазмом Давайте Посмотрим Что еще Они могут Нам Предложить Такая Такая Вот Различные Такие Это Крепежек Вот Такой Селфи-стик Давайте Посмотрим Простейший Самый Простецкий 250 Песо Извиняюсь Не Песо А 10 Долларов Да Даже Меньше 10 Долларов Да Извиняюсь Что-то я Меньше Чем 10 Долларов Да Ну То есть Это Цена То есть Я Туда Вот Этот Возьму Себе Немножко Более Хотя Кто Его Знает Так Так Ли Он Стабильный Вот Этот Более Длинный Видите Правильно Да Давайте Вот этот Мы возьмем Возьмем Мы вот Этот О 250 Пойдет Мне нравится То есть Вот такую Вещь Я возьму Себе Давайте Посмотрим Что еще Здесь Есть Видите Она снимает Наверное Видите Камера Стоит Так И вот Это Я хочу Понять Нужно Ли Мне Это Или Нет То есть Здесь Сюда Что-то Крепится Ага Раз Ну Прямо Так Ааа Нет 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 Это Мне Очень Нужно Потому Что Я Когда Ложусь Спать Я Люблю Слушать Радио Музыку Или Там Новости Я могу Просто Поставить Прямо Вот так Передо Мно И не Держать В руках Ааа Точно Точно Давайте Проверим Еще То есть Понравился Мне Этот Магазинчик Давайте Посмотрим Что Здесь Еще Продают Вот Такие Такие Эти Это Камеры Крепится Приближающие Камеры Я Пробовал Но Честно Говоря Не Вдохновилось Меня Это Не Вдохновилось Это Вот Так Крепит Телефон И Он Приближает А я Могу Прямо Сейчас Попробовать Между Прочим Давайте Сначала Пройдем Вот Такие Вещи Они Иногда Полезные Это Держатель Такие Интересные Такая Вот Я Например Даже Вот Так И Искал Вентилятор Фонарики Лампочки Различные Батарейки Что Такое Это Нож Посмотрите Это Целый Инструментарий Вот Такие Я Тоже Одно Время Думал Как Бы Приобрести Видите Такой Молоточек И Там Он И Это И Это И Эти Как Типа В Хозяйстве Что Может Изгодиться Такая Вещь Ну Не Такая Вещь А Вот Такая Как Давайте Мы его Сейчас Откроем Вот Она Может Время От Времени Пригодится Видите Интересные Такие Вещи Увеличительные Различные Карабинчики Тоже Полезная Вещь Для Ключей Кстати Кстати Я могу Ей Взять Карабинчик Карабинчик Всегда Пригодится Давайте Посмотрим На Это А Вот Такие 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 Разные Эти Как Как Вот Это Называется Напомните Мне Мне Вот Это По-русски Плоскогубцы Что ли Плоскогубцы Вот Посмотрите Такая Тоже Да Такие Плоскогубцы И всякие Там Еще Ножики К ней Приделаны Полезная Вещь Полезно В хозяйстве Такое Иметь Раз Раз Время От Времени Нужно То 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 Это Подправить Подвинтить Вот Посмотрите Нож Такой Посмотрите Я думаю Я возьму Такой Нож Правда Не знаю Меня В самолет Пустят Или Нет Могут Могут Не пустить Самолет Когда Буду Лететь Обратно Вот В чем Дело Эти Фонарики Такие Я думаю Мощные Но Так Давайте Мне нужен Хороший Такой Зарядный Могу Могу Купить Вот такие Друзья Сейчас На этом Я уже Прекращу Репортаж Потому что Показал Вам Уже Сейчас Займусь Ральным Таким Выбором Себя Для себя Для себя Ну Друзья Видите Интересно Такой Нашли Интересный Магазинчик Давайте Друзья Все Таки Вернулись Мы Это Electronic Plaza Вот Я Приобрел То Что Я Там Вам Показывал И Давайте Пройдемся Посмотрим Что Здесь Есть Видите Говорят Что Здесь То Что Я Считал Есть Большой Выбор Электроники Давайте Меня Еще Интересуют Честно Говоря Беспроводные Наушники С Микрофоном Давайте Глянем Все Таки Еще Вот На Этот Вот Пройдемся Посмотрим Что Здесь Есть Различные Вот Видите Этот Самый Как Называется Стабилизатор Для GoPro Видите Забыл Как По-английски Оно Называется Осмо Мобайл Стабилизейшн Для Кармы Вот Видите Видите GoPro 5 Здесь Как Матч GoPro 5 Как Матч Это Вот Видите Мне Показывают Цену Здесь 14 14000 14000 То есть GoPro 5 Стоило 14000 Тайванских Долларов Это Ну вот Если было бы 15000 Это было бы 500 долларов 500 американских То есть Немножко Меньше Чем 500 Американских Может быть 450 долларов Ну Опять же Я бы Сказал Что Это Дешевая Цена Потому Что На Официальном Сайте GoPro Вы Можете По-моему За 350 Купить Странно То есть Может Она Мне Просто Завысила Сразу Уже Давайте Посмотрим Объективы Разные Вот Видите Давайте Проверим Что Еще Здесь У них Цена Вот Давайте Посмотрим Они Здесь Пишут Город Плаг Окей Может быть Потому Что Это Китайский То есть На Китайском Языке Вон Друзья Давайте Давайте Пройдемся Пройдемся То есть Честно говоря Несколько Я Разочарован Здесь То есть Я Не Я Ожидал Что Здесь Пониже Цены Честно Говоря Вот Здесь Похоже У них Есть Давайте Спросим Про Беспроводные Дюхэ Варлис Хэдсет Варлис Но Варлис Видите Нету Беспроводных Эти Рации Можно Приобрести Часы Разные Кого Интересует Вот Видите Ножики Вот Те Что Мы Там Смотрели Вся Вот Такие Друзья Вот Такая Наша Экскурсия Получилась То Есть Я Так Думал Лучше Но Это Нормально Может Быть Там Есть Еще Конечно Ж Центральный Мол Где Мы Можем Зайти Посмотреть Здесь Вот Такое Не Обязательно То Я Не Заметил Здесь Существенного Ожидаемого Что Это Дешевле Вроде Быть Тайвань Вроде Быть Где Так Здесь Производят Вот Вот Такие Друзья Дела И Даже Варлис Беспроводных Наушников Я Не Нашел Друзья Вот Сижу Пью Зеленый Чай И Появились Несколько Соображений По Поводу Тайваня Вот Тайвань Мне напоминает Одновременно Два Места Это Америка Или Канада И Чувствуется Что Здесь Восточные Люди Живут И Это Вот Я Сейчас Подумал Что Вот Если Это Была Б Какая То Канада Или Америка То Люди Люди Ходили Такие Все Очень Серьезные Такие Изображающие Такие Все Загруженные Занятые Так Бум 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 Все Строгие И То В той Культуре Принято Показывать Что Ты Такой Занятый Дун 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 Быстро Бум Бум Быстро Ответить Так Очень Быстро Здесь Люди Ходят Расслабленно То Это Чувствуется Все Занято Там Бизнес Идет Там Но Все Как То Чувствуется Что Более Расслабленная Обстановка И Из-за Этого Очень Между прочим Комфортно То Чистота Порядок Как На Западе И Менталитет Он Такой Сохранившийся Восточный Настроение Вот Такие Соображения Друзья Был Алексей Буд До Связи Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Вот Друзья Похоже Я нашел Похоже Это здесь Видите Очень узкие Улицы Здесь И Привет Друзья Вышел Я Нашел Место Где я живу Вот Покров Вот Так Выглядит Я сейчас Попробую Вот Эту Еду Я Заказал Ее И Вот Так Выглядит Наше Окружение Выглядит Наше Окружение Я Собираюсь Сделать Небольшую Прогулочку Вот В том Направлении Ближе К центру Просто Посмотрю Что Вокруг Вот Посмотрите Друзья Вот Еду Прямо Стритфуд То Что Называется Похоже Это Выглядит Как Некоторые Пили Типа Вареников Что Ли И Начинаю Прогулочку Вот Так Выглядит Друзья Улица Только Что Я Поел Вот Эти Лепешки Или Вареники Что Я Здесь Не Нахожу Так Это Мусорных Для Мусора Вот Я Например Отнесу И Я Думаю Куда Мне Это Выбросить Видите Очень Узенький Тротуар Вот Я Наверное Сюда И Выброшу Видите Найдено Решение Узкие Тротуарчики Но Похоже Что Вот Эти Тротуарчики Для 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 Велосипедов Потому Что Видите Ходят Пешеходы Похоже Ходят Вот Здесь Так Вот Мы Прошли Куда Там Давайте Смотреть Куда Мы Отправимся Удобно Опять Я Нашел Этот Вайфай Городской И То Есть Удобно Сейчас Я Гляну И Посмотрю Где Я Нахожусь Пока Что Я Думаю Мы Можем Успешно Пройти Вот К Тому Месту Места Места вот мы и мы отправляемся в такой сети мол городской мол и вот видите что там написано taipei bus station это по моему то автобусная остановка с которой я могу от я могу завтра взять автобус до аэропорта 1 час немножко больше часа вот очень близко очень удобное местоположение была снята комната очень удобная вот показываю вам окрестности по дороге как я иду очень да удобно потому что действительно 10 минут и я подхожу и я не оставляю еще попытку по и покататься на поезде скоростном поезде но надо узнать где этот за скоростной поезд расположен его друзья очень удобно с общественным интернетом видите я просто держу google map и он мне показывает вот где мы находимся а вот taipei city mall чуть дальше и вот в общем то я двигаюсь в правильном направлении очень удобно а вот друзья по моему это есть мол и давайте пройдем посмотрим как это все выглядит здесь вот похоже что это мы правильно опять же недостаточное количество английского языка есть но недостаточное вот еще один вид в центре веке скоро начинается трафик час пик поэтому видите трафик усиливается усиливается вот так она все выглядит здесь крупный город высотные до высокие дома вот смотрите какой высокий дом даже его не видно вершины вот посмотрите сколько много бездомных вокруг здесь эти это автобусная станция я так понимаю ведь очень большая между прочим и эти много бездомных а мне нужно вон в том месте и насколько я понимаю автобусы которые идут на тот аэропорт вот мне я хочу его проверить чтобы завтра точно знать откуда мне выезжать а посмотрите сама станция оказалась полностью под землей то есть наверху посмотрите все просто пустое пространство а вся жизнь кипит под землей вот посмотрите как ее на 2 и на 3 этажа даже внутри сделали но в общем-то нормально классно видите она даже куда-то выходит там где даже пропустили пропустили этот вход пропустил этот вход да сейчас мне надо как-то еще спуститься сюда интересно видите и вот я нашел то что искал битит тайюань аэропорт м мать ил line и вот мы должны спускаться давайте спустимся вместе видите хорошо что я заранее проверяю а то так просто не не разберешься в чужом городе друзья то есть я наконец-то немного разобрался это оказывается не автобус а это идет поезд метро прямо отсюда из города к к аэропорту то есть возможно я смогу проехаться именно и на поезде все такая усложненная система но думаю завтра я в ней разберусь вот представление просто музыкантов традиционные я так понимаю китайская музыка это вот я попал городской мол сети мол и просто смотрю гуляю просто смотрю что здесь какие здесь вещи интересные есть ну да 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 да